Всем привет! Сегодня поговорим об абьюзах, нарциссах, рождении детей в зависимости от таких мужчин. Это видео, конечно же, для женщин, потому что нарциссы бывают разные. Бывают наши родители, очень часто бывают женщины, нарциссихами их назовём нарциссы. Но мы сегодня будем говорить про отношения мужчин и женщин, про рождение детей и браки с такими людьми. Я хочу вас в чём-то предостеречь. Надеюсь, это будет полезно для тех, кто сейчас в каких-то таких отношениях, кто только это начинает. Я напомню, главная книга для нарциссов, Таня, танк, бойся, я с тобой. Она очень многим помогает. Не поленитесь почитать, если у вас есть такой запрос внутренний. Примером для того, чтобы, скажем так, почему мне захотелось снять такое видео, я вам оставлю ссылку в инфобоксе там, под видео, на сюжет, если так можно назвать, да, интервью у Погребешской, Елены Погребешской, обожаю её, я вообще классная тётка, с жертвой, назовём так, которая была в отношениях с нарциссом, и её бывший муж нарцисс убил её ребёнка. Там в начале, в этом видео, первые где-то минут 30-40, очень хорошо рассказано, как проходили их отношения, как он ей устраивал этот холодный душ и так далее, как он себя вообще вёл. И, может быть, у вас возникнет вопрос, слушай, просто мне, кто смотрел из моих знакомых, какое-то видео давало посмотреть, мне говорили, слушай, я что-то не пойму, а почему она не ушла из этих отношений? Я не буду всё пересказывать, там история-то сама не про убийство ребёнка, а о том, как она старшей дочерью живёт после этого, и это было год назад. И я вам так, как она готова помогать, кстати, к тем, кто в отношениях с нарциссом, кто боится от них уйти, кто жертва нарцисса, она, назовём так, оставила свои контакты, кстати, можете на неё выходить, делиться, она делится своим опытом, этим домашним, назовём так, насилием трагедии, как это пережить, можно им молодец, конечно. За год вообще, назовём так, адаптация, реабилитация после того, что произошло, потерять своего там шестилетнего ребёнка, которого забил до смерти, не просто убил, забил там 40 повреждений на теле ребёнка, отец его, ой, как она вообще держится, это, это, она очень сильный человек. И вот казалось бы, да, такая сильная, как она в это попала? А там очень, кстати, хорошо видно, вот на этом примере, посмотрите видео, вы поймёте, о чём я сейчас буду рассказывать. Кто попадает в такие отношения, почему, кто вот эта жертва, именно нарцисса? А кто попадает в зависимости, в абьюз, в насилие какое-то домашнее? Очень часто это спасательница. Она была той спасательницей. Кто вот эта спасательница, какой её тип? Та спасательница, у которой были плохие отношения в семье с родителями, которой пришлось спасать, скорее всего, своих родителей, становиться рано взрослой в семье, которая несла ответственность, например, как вариант, я просто здесь накидываю, нужно, как бы, скажем, подчеркнуть, да, которая, возможно, была взрослой для своих младших братьев и сестёр. Это разные варианты. Это могла быть мама-алкоголичка, которая за своими другими детьми не смотрела, а девочка старшая за ним присматривала, их там, кормила, вообще выполняла роль мамы функцию. Это могла быть мама-нормальная социальная обстановка в семье, но мама-жертва, которая сама в абьюзе. Папа её там бьёт, денег не даёт и так далее, что-то такое. То есть мама, в принципе, как жертва, она такой же ребёнок в семье, она сама за своими детьми не смотрит, да. Или ребёнок, эта девочка, у неё могло бы не быть братьев и сестёр, но у неё жертвенная мама, сама как ребёнок, условно, и ребёнок спасает свою мать взрослую от насилия от отца или от отчима. То есть вариантов разных может быть много. То есть ребёнок, такая девочка, становится спасательницей в силу каких-то обстоятельств. И это её действия, реакции создают в ней, назовём так, некую закалку спасать, мучиться на жертвенность, на спасение. Вот всю эту историю она берёт оттуда. Почему такие девочки, спасательницы через некий абьюз, когда они стали спасательницами, попадают именно к нарциссам? Потому что нарциссы ищут таких, кто будет там... Я про это много уже в видео снимала, рассказывала. Ну, вкратце скажу. Они ищут тех, кто будет там поднимать самооценку, кого можно, назовём так, унижать, топтать, брать с них энергию, повышать свою самооценку. И они знают, что эта жертва не отстанет от них, не откажется, потому что она спасательница. И это получается замечательный, шикарный тандем, ну, не для жертвы, а для нарциссы, найти себе такую спасательницу, которая его постоянно будет спасать. Вот у героини этого сюжета муж был алкоголиком, он был полицейским. У нас это определённая система, не правопорядка. У нас здесь этот вопрос идёт насилия некого. Все знают, как ФСИН работает, что эта система пыточная и так далее. То есть это определённые наклонности, потребности людей в насилии, в доминирование и так далее. Вот у неё супруг был, во-первых, из этой сферы, во-вторых, у него были проблемы с алкоголем. И у него были вот эти некие, назовём так, предпосылки нарциссического поведения, о чём она потом узнала уже, когда это всё произошло, когда она добралась до книжки, кстати, которую я вам вначале сказала и так далее. Как могло бы предотвратить, что эту трагедию? Она родила от него дочь, они расставались, расходились, у него были другие отношения, потом они помирились. Дочки там где-то 5 или 6 было, я уже в датах точно не помню, это старое видео, этот сюжет был. И она от него потом, когда они опять сошлись, рожает вот этого мальчика, второго своего ребёнка от этого же супруга. Они всё это время как бы официально на документах не разводились, то жили вместе, то нет. И вот он как бы, к чему я хочу призвать, спасательниц, спасительниц. Когда вы чувствуете, что вы в абьюзивных отношениях, и ваш партнёр, а если он тем более нарцисс, который постоянно обещает, никогда не выполняет, обещает, я исправлюсь, я стану другим, всё будет хорошо, мы с тобой заживём, я там больше не пью, или я там больше себя вот так не веду и так далее, я там тебя больше не унижаю. Не надо беременеть и рожать от таких мужчин. Может быть, я скажу страшную сейчас вещь. Это не тот случай, когда вы забеременели случайно, и ребёнка надо оставлять. Потому что ребёнок, вот эта кровная связь, родство и живой человек, для него, для нарцисса, вообще в принципе, человека с извращённым отношением, взаимосвязей и склонностей определённых, для него это средство манипуляции, не любовь. Запомните, нарцисс любит только себя, живёт для своей самооценки, всю жизнь свою строит, холит, лелеет себя, любит в попу себя, самого целовать, находит таких людей, которые будут для него это делать. Он конченый эгоист. Если вам он говорит о том, что я буду стараться, я изменюсь, вы сначала на деле, пожалуйста, подтверждение этому посмотрите, а потом вот такого человека рожайте. Потому что любое сцепление с ним, привязка, дети, недвижимость, ну что там может нам, какие-то связи, короче говоря, с такими людьми. Для него это он как паук, понимаете, вы попадаете к нему в сеть, для него это выгодно. Он вас к себе притягивает. Для него это гарантия, что вы от него не уйдёте, не откажетесь, не бросите, и дальше будете его там спасать, помогать и мучиться вместе с ним. Но здесь уже вопрос к вам. Когда вы в абьюзивных отношениях рожаете ребёнка, не забывайте, вы жертва, но когда вы производите потомство, не забывайте, вы несёте за него ответственность. Вы уже не можете называться жертвой. Либо вы повторите судьбу, например, своей мамы, как я вначале рассказывала, может быть, мама была жертвой, а вы были тем взрослым ребёнком, который маму спасал. Такого же себе взрослого сейчас рожать будет, кто вас будет спасать, получается, да? Но в любом случае, ребёнок-то не выбирает для себя родителей, в какой семье, у кого он рождается, а мучиться он будет. И папа будет им дёргать, что у этой женщины в семье и происходило. Что я могу сказать, конечно, то, что было «не вернёшь», у неё произошла страшная трагедия. Хочу, чтобы посмотрели, кто в таких отношениях это видео, и поняли и осознали, что это не там где-то с кем-то. Это такая женщина, как вы, которая могла быть, она в Москве жила, да, она могла быть вашей соседкой. И это всё то же самое может произойти точно так же с вами. И, производя потомство, прикрепляясь, связывая себя с больным человеком или с нарциссом, вы ставите под угрозу себя ещё больше. И жизнь уже ребёнка. Поэтому я всегда говорю и у себя на консультациях, своим клиентам, то в таких ситуациях, пожалуйста, пока вам не всё нравится в отношениях, ну и что, что вам он обещает, мы только смотрим по фактам, по делам о человеке, да. Если он обещает, не говорит, что он это сделает. Так вот, пожалуйста, когда вы убедитесь на деле, вас всё устраивает, или какие-то конфликты с этим человеком закончились, назовём так, он исправился и так далее, только после этого, пожалуйста, вступайте в брак и связывайте себя с этим человеком-ребёнком, этой связью. Потому что вы несёте ответственность за жизнь другого человека, за ребёнка. Надеюсь, вы меня поняли. Почему я отдельно этому уделяю время и вроде бы рассказываю такие прописные истины. Я просто надеюсь, что людей, которые посмотрят это видео, будет немало, как минимум, хоть кто-то, может, у кого-то что-то в голове ёкнет, вступать в отношения, расписываться, брак делать, или рожать детей, надо тогда, когда вас в отношениях всё устраивает, у вас нет ни сучка, ни задоринки, нет претензий никаких, когда вы скажете, а так не бывает, у всех всё плохо в отношениях, нельзя быть уверенной во всём, всё не так однозначно, нет, блин, однозначно. Это говорит о том, что вы не находили до этого нормальных мужчин и нормальные отношения, если считаете, что все отношения без проблем не бывают. Нет, представляете, есть отношения без проблем. Это когда встречаются два любящих человека создают здоровые отношения, а если вы больные и травмированные, да, у вас проблемные отношения. Так вот, я прошу в них не рожайте детей, потому что это проблемы, и это боль, и эта боль будет и проблема распространяться уже не только на вас, и на другого ребёнка, на другого человека, который не просил себе такой судьбы. Вы решаете за него в этот момент его судьбу. Мне очень жаль, что у этой женщины так закончилась история, это просто кошмар, это огромная трагедия, это просто ужас. Мне очень жалко этого ребёнка, который был ни в чём не виноват, родился вот в таких отношениях вот в этой семье и прожил такую короткую жизнь. Знаете, что самое ужасное, что у неё старшая дочь, которая там 16 лет, как она сейчас переживает, какая у неё психотравма, потеря брата младшего, которого она его любила, там есть видео, с которым она нянчила с детства, а самое ужасное, что ты сделал её родной отец, как ей с этим жить. Это был выбор её мамы, но не этой девочки. И там немножко этому моменту, скажем так, уделили время, а как я сейчас с мужчинами вообще общаться, доверять, любить, как ей мужа искать вообще по жизни, какая-то огромная психотравма, которую она сейчас переживает. Это просто кошмар. А девочка не просила рождаться в этой семье у этих родителей. Вот я к чему. Потому что мы, как родители, как старшие и взрослые, должны думать, что мы делаем и какие потом это несёт последствия для наших самых близких, родных и любимых. Спасибо за внимание. Я всегда в инфобоксе оставляю свою почту. Если вам нужна моя консультация как психолога, пишите тему письма на почту консультация. Если вы хотите услышать разбор вашей истории, то пишите просто историю от Анонима, присылайте, я разберу видео. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok